Мне так грустно здесь, сейчас, так грустно здесь, сейчас, так грустно здесь, сейчас, сейчас я вам покажу лекарство, которое я купил в Красноярске, благодаря тем, кто задонатил мне, спасибо, сейчас я вам скажу, кто задонатил. Мне так грустно здесь, сейчас, 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 сейчас, мне так грустно здесь, сейчас Мне так грустно сейчас Мне так грустно сейчас Мне так грустно сейчас Мне так грустно сейчас Сейчас и всегда Мне так грустно сейчас Мне так грустно сейчас Мне так грустно сейчас Мне так грустно сейчас Мне очень грустно Танчин. Классин. Танчин. Классин. Я не вижу без очков, поэтому в двух очках можете смеяться, но и бессознательно считать меня ничтожеством. Я не вижу без очков ничего. Я в этом сам виноват. Мне так грустно сейчас. Я молился Богу у храма. Я молился у храма. Молился Богу Христу. И кондукторша сказала, какой толк от твоих молит. Она так сказала. Она так сказала. Такой толк от твоих молит. Я ребенка попросил помолиться о том, чтобы избежать войны. Чтобы медицина лечила позвоночник и слепым зрелем. Просто мой ребенок, улыбнувшись, воспринимал мое слово. Он не отнесся. Она не отнеслась ко мне, как псих, как недавно. Я просто просил виноват о том, чтобы избежать войны. И чтобы пришла новая сиянь. Чтобы я мог изменить этот мир. Чтобы не залечила простых людей, таких как я и ты. Я и ты. Мы простые люди. Те, кто нам не правят, никогда не будут нас с тобой лечить и соблюдать. Весь прогресс технический они направят на то, чтобы нас держать в стаде, контролировать нас. Пойми этот раз и навсегда. Через десять лет ты будешь сам, ты будешь больной. Отработан материал. Отработан материал. Ты всего лишь рабы. В этой прекрасной системе. Прекрасной системе. Мы всего лишь рабы. Рабы, рабы. Мы никому не нужны. Ни здесь, нигде, будто не было. Ангел приютил меня. Единственный во всём Красноярске. Ангел приютил меня. Приютил меня. Что же он увидел во мне? Если я просто ничтожный паразит никто. Что же ты увидел во мне? Что же ты увидел во мне? Я дул и делился с ним внутри. Мы были слегка расслаблены. Но мне было тяжко и грустно, как всегда. Я не знаю почему, но я не могу изменить. Даже если я скажу почему. Потому что здесь не место в ней. Не место в ней. В этом мире нет места в ней. Он был со мной. Он ездил со мной по аптекам. Красноярскам. Он помогал мне, помогал. Просто так, просто так. Он был фанатом моих картин. Благодаря одной девчонке, что была на моей лекции. Одна, всего лишь одна. Всего лишь, как обычно. Одна, как обычно. Один на миллион человек. Ангел нашелся в Красноярске. Он не бросил меня. Не бросил. Он даже не знал моего имени. И звал меня тихо. Один лишь раз. Мы приняли немного. Побавиться тумбача. Я просто устал. Я просто устал. Мне так грустно сейчас. Там было тепло. В Красноярске тепло. Мы зашли к магазку. Пять еды. Мы купили алкоголы. Легко. Слегка. Не твои. Не твои. Я выпил. Он одну. А я две. Такого я еще не пил. Там не чувствовалась. Горячая вина. И я выпил это. Выпил это. Выпил это. На улице. Без душного комната. Я был слишком разговорчив. И я молился на коленях перед церковью. Я говорил девушкам комплименты. У вас красивое лицо. Так красиво. Кто-то смеялся. А кто-то из них. Говорил мне спасибо. Говорил мне спасибо. Говорил мне спасибо. Говорил мне спасибо. И они шли дальше в пустоту. Говорил мне спасибо. Я видел этот мир. Ох, как он пуст. Ох, как он пуст. Ох, как он пуст. Можете смеяться. Одно ими, как игрой на гитаре. Но это лучше, чем всё, что вы делали сегодня. Вы играли и сидели, просто молились чёрному квадрату. Вы молились чёрному квадрату. У меня всё неважно, всем неважно. Вы хотите меня, живёй, не зелёйте. Утром я просыпаюсь, словно мёртвый, мёртвый. Мне так грустно, мне так грустно, мне так грустно. Мне так грустно. Посмейте с вами мной. Вы верите в наушный прогресс. Я в вас поздравляю, у вас есть в сердце радость. Вы обидите художника легко, И убьёте его даже простым словом. Вы верите в прогресс. Вы верите в прогресс. Науки и медицины. Вы молитесь в планшет. Вы молитесь в планшет. И в смартфон, и в айфоны, и в мониторы. Вот небес прогресс. Вот небес прогресс. Вот небес прогресс. Контроль за вами бесконечен Вам не скрыться от глаза вечно Всевещего вечно Вам не скрыться Но не только о машине Сочти числа зверя Чёртов контакт Как я тебя ненавижу Это зло Это дьявол Смартфоны Контакты И всё это так грустно Так грустно Мне так грустно Нет Денис Вайт Денис Вайт Денис Вайт Денис Вайт Спасибо тебе, спасибо тебе за донат. Это всё пошло лишь на лекарства. Денис Вайт, спасибо тебе. Сейчас подойду, я дома, я у себя, сейчас подойду к тебе, сейчас подойду, через полчаса где-то, я подойду, подожди меня. Денис Вайт, спасибо тебе за донат. Сейчас я открою сообщение. Денис Вайт, спасибо тебе за донат. Лекарства по рецепту, врача, по рецепту. 789 рублей 75 копеек. Баланс на виза, карта в 15.31. Денис Вайт, спасибо тебе. Это пошло на зарубежный австрийский флуоксетин. Инотеролюджен, лёгкий нейролептик, а это флуоксетин. Флуоксетин, которого не было у меня. До этого я принимал только отечественные. Теперь я буду принимать зарубежные, как врач мне сказал. Спасибо тебе, храни тебя, господь. Спасибо вам, все деньги потрачены на лекарства. Спасибо вам, по рецепту врача. Спасибо Антону, Ангель Ангелову, который был со мной весь день в Красноярске, сопровождал меня, даже когда я был пьянен. Ты, сам, ты один на миллион, ты один на миллион, друг. Спасибо тебе, что ты сопрождал меня и приводил себя. Спасибо тебе. Спасибо, Денис Уайт, за деньги. Спасибо, сейчас скажу, кто, Евгений Дмитриевичко, за тысячу рублей, который сам написал мне и привёл. Я не знаю, что это во мне нашёл. Жаль, что ты не входишь больше на связь. Что с тобой? Спасибо тебе. Эти все деньги пошли на Тирлиджен, который стоит 800 рублей. Точнее, стоит 914 рублей. Тирлиджен Валента, нейролептик. Фокситин зарубежный. 20 капсул, которые стоят, сами видите, сколько. Их у меня пять штук, мне хватит на 20 дней. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Большое спасибо. Храни вас, Господь, и карм вам бесконечный. Простите, кого задел слово. Простите, кого видел. Сейчас на ночь мне нельзя принимать фокситин, потому что он разгоняющего действия. Психику оказывает. Спасибо большое. Спасибо вам. Сегодня я был пьян в Красноярске. Я молился у храма, просил Бога предотвратить войну и сделать так, чтобы волна смела этот ужасный порядок. И чтобы здесь для опасных людей была медицина, чтобы лечили зрение слепым, чтобы восстанавливали позвоночник, который хронически болит у людей с кодами все больше и больше. Я спрашивал у Бога, дай мне знак. Скажи мне, что мне делать? Что мне делать? Я ем в том, что мы там купили в кулинарии. Мы в той же кулинарии купили определенную выпивку дешевую. Мне стало так грустно. Хотя мне для этого было невесело. Останьте с моим моим другом. Сам Бог послал мне тебя. Я поделюсь с тобой всем, чем хочешь. Всем, чем хочешь. То, что есть у меня. Сейчас я приму тираничную одну таблетку. А он мне написал этот ангел. У меня твои мобилки и перчатки вроде бы больше ничего не начали. Как Норм добрался? В вашем ВКонтакте написал. Это ангел. Ты ангел. Ты ангел. Спасибо тебе. Я надеюсь, ты не разочаруешься во мне. Он сказал, что он общался со мной. Он понял меня, что я за человек. Я сказал, если ты прочитаешь тысячу ужасных статей во мне, где меня выставляют маньятом, убийцей, психопатом, социопатом и прочее, ты разочаруешься во мне. Он сказал, что он достаточно пообщался со мной, чтобы понять, что я за человек. И что он не будет верить им. Я принимаю один тираничный джен. Запиваю пустой водой. Храни Господь мою маму и бабушку. Сделай медицину так, чтобы они дольше прожили. Чтобы я через десять лет не корчился, не извивался от боли в позвоночнике и слепоте. И что же нужно сделать для этого? Те, кто на меня правит, никогда ничего не сделают для этого. Понимаете? Ничего. Только я один могу что-то сделать, потому что никто ничего не хочет. Только я один. И я прошу у Бога силы изменить этот мир. Чтобы я мог изменить этот мир так, чтобы медицина была для простых людей. И она лечила людей от страшных мук, страданий, слепоты и боли, которые она не лечит. Она лечит только тех, кто нами правит. Они все делают, чтобы нас держать в пусте. Чтобы контролировать нас. Им больше ничего не нужно. Им не нужно. Им не выгодно, чтобы мы чувствовали себя хорошо, жили долго. Им важно, чтобы мы выходили на пенсию в 60-65 лет. То без пенсии и сдыхали. Но мы не просто будем умирать. Я буду умирать в ужасных мучениях.